8 из 10 омичей мечтают о собственном доме. Но в то же время, по данным социологов, 85% из желающих приобрести коттедж не видят для этого ни малейшей возможности. Как проще обзавестись собственным домом, выясняли эксперты в городском пресс-клубе. Смотрите подробности. Городская усадьба в духе 19 века. Вот, если верить социологическим опросам, предел мечтаний жителя современного мегаполиса. Что и говорить удобно. Ни от кого не зависишь, ни в отоплении, ни в водоснабжении. И сад-огород, если нужен, рядом. Мнение справедливое. В плотной застройке проще подключиться к уже существующим коммуникациям, чем тянуть свои где-то за городом. Вот вы один, значит, потащили эти сети. А вода-то нужна, электричество вам надо, это как минимум. Для отопления вам нужен либо газ, либо все равно теплотрасса откуда-то. То есть вы будете делать один. А когда это комплексная застройка, тогда ты берешь, уже головной боли нет. Многие считают, что готовое жилье приобрести выгоднее. Но в таком случае придется переплатить посредникам раза в два. Строить самим хлопотно, но все равно дешевле, говорят эксперты. Тем более процедура получения разрешения и согласования не такая уж сложная. Во-первых, надо найти участок под строительство. В Омске для этого выделено несколько зон. Это район Московки. За окружной дорогой светлые, огромные территории. Есть там часть территорий неразграниченных. Достаточно много малоэтажной застройки в южной части Кировского района. Вы знаете, что активно так называемая Новая Чукреевка у нас пока развивается. И она там уже практически не осталось у нас, да, уже свободных территорий. Вот, в районе Степнова она же остается. Немножко, значит, в районе вот улицы Завертяева. Дефицита земли, вопреки общераспространенному стереотипу, в городе нет. По данным Главного управления по земельным ресурсам, на муниципальные земли и частную собственность в регионе приходится меньше трети территорий. Все остальное не занято, что важно. Покупать участок с домом по объявлению эксперты не советуют. Здание может оказаться под сносом. Выбрали участок? Обращайтесь к местным властям за разрешением на строительство. Должен обратиться с разрешением на строительство в администрацию административного округа по месту расположения земельного участка. Перечень документов, которые должны прилагаться к этому заявлению, определен 51 статьей градостроительного кодекса. Это право, устанавливающий документ на земельный участок, градостроительный план земельного участка и схема планировочной организации территорий с обозначением места размещения объекта в плане. Разрешение на строительство удается в течение 10 дней. Бесплатно. Проектная документация для этого не требуется. А строить можно хоть 10 лет. Только землю под будущим домом нужно сразу оформить либо в аренду, либо в собственность. Елизавета Нефедова, Юлия Боброва, Игорь Хухрянский. Новости деловой среды.